Хорошие взаимоотношения с родственниками. То есть он теряет из своей общей доли какую-то часть. От чрезмерного напряжения он теряет. Но если человеку это положено по судьбе, то не чрезмерно напрягаясь, а просто занимаясь деятельностью с любовью, он достигает того же результата. Вот если человек просто начнёт заниматься деятельностью с любовью, у него тоже будет столько еды, сколько и у него сейчас есть. Столько достатков, сколько у него сейчас есть. Вопрос заключается в том, чтобы понять, что этот закон есть. А как осуществляется эта регуляция, нам понять невозможно. Например, мы накопили определённые деньги, но эти деньги как бы не наши, понимаете, не наша доля. Значит, будет инфляция. Она просто закономерно положена, понимаете. И те лишаются своих денег, которые должны, которые как бы... А кто этим не занимался, тот и не лишается, понимаете. Таков закон. Ничего не сделаешь с этим. Ничего не бывает без... Но человек, который живёт страстью, он не верит в законы, которые существуют снаружи. Он считает, что ему просто не повезло. Поэтому он пытается приспосабливаться всё больше и больше, изворачиваться всё больше и больше. И так проходит вся его жизнь. Смысл заключается в том, что если ты делаешь благочестивые поступки, твоя доля увеличивается. Этот закон жертвы мы с вами разбирали. Если человек не делает благочестивые поступки, не живёт для других людей, его доля уменьшается. Например, человек миллионер, очень богат человек, много благочестивых поступков делал в прошлой жизни. Но если он живёт для себя, наслаждается всем этим, в следующей жизни будет наоборот. Поэтому одного мудреца спросили насчёт продолжительности жизни. То есть, раньше, в древние времена, люди могли своей внутренней силой как бы запрограммировать себя на определённые вещи. То есть, они могли пожелать чего-то, и это может сбыться. И тогда мудреца спросили, пришли к нему несколько человек. Один, первый, это человек, который пришёл палач, пришёл священник, который начал заниматься духовной практикой, пришёл святой человек, вот, значит, пришёл царь. И когда святой человек спросил этого мудреца, «Как ты думаешь, сколько мне жить и когда умереть?» Он говорит, что тебе лучше умереть прямо сейчас. Святому человеку он сказал. Когда к нему царь подошёл, тот ему сказал, «Тебе лучше вообще не умирать, как можно больше жить». Когда к нему подошёл человек, который начал заниматься духовной практикой, тот ему сказал, «Человек, который начал заниматься духовной практикой и достиг определённых успехов, он ему сказал, «Тебе лучше прямо сейчас умереть». А человек, который уже святому человеку, он сказал, «Тебе не имеет никакой разницы, что умереть, что жить». Вот, тот палачу же он сказал, «Тебе и не жить, и не умереть». То есть и жить плохо, и умереть плохо. Смысл заключается в том, что царь, он сейчас богатый, понимаете? Но так как он совершает ошибки, живёт не для других, а для себя, то в следующей жизни он будет бедным. Поэтому он ему сказал, «Тебе лучше не умирать, а жить просто побольше в этой жизни». Вот. Иначе потом у тебя будут большие проблемы. В следующей жизни, то есть он должен быть уже бедным, если он неправильно живёт. Палачу, он сказал, не жить, не умереть, потому что ему и в этой жизни будет плохо, потому что он убивает, и в следующей жизни ещё хуже будет, понимаете? Тот, кто начал заниматься духовной практикой и добился определённых результатов, и ему лучше умереть прямо сейчас, потому что он уже добился определённых результатов, и неизвестно, что будет с ним дальше. Может, карма, у него судьба сложится хуже, он как бы деградирует, и потом родится уже в хуже. Если он прямо сейчас умрёт, он 100% с самого рождения попадёт в хорошую семью и будет продолжаться заниматься духовной практикой. А тому, кто уже достиг святости, он сказал, тебе и жить хорошо, и умереть хорошо, нет проблем. То есть это означает, что если он будет жить, он уже достиг совершенства, нет проблем, и умрёт тоже родиться в хорошем рождении. Понимаете? Поэтому смысл заключается в том, что мы должны понять, что у нас есть своя доля, доля счастья, понимаете? Если доля счастья очень большая, то такому человеку он испытывает огромную свободу в жизни. То есть у него нет проблем, что умереть, что жить. Понимаете? Нет проблем совсем никаких. Понимаете, о чём я говорю или нет? Вот. А тот, кто скован невежеством, то есть он привык жить незаконно, он хочет себе как можно больше любым способом, у него большая проблема жить, потому что он общается с такими же людьми, и его повязывают по рукам и ногам. Понимаете? Ему становится очень тяжело жить. Человеку в гоне страсти становится жить с каждым годом всё тяжелее и тяжелее, если он не меняет концепцию. Постепенно он подгружается в невежество, такой человек. Ему жить становится тяжелее, зарплаты всё меньше становится, с друзьями отношения всё хуже постепенно. Почему? Потому что все себе появляется в голове идея, что на самом деле хороших людей нет, все обманщики, все вруны, все живут только для себя, поэтому нет, друзья теряются, чёрствость отношений усиливается. И человек начинает заниматься чрезмерной активностью, то есть он пытается больше делать, чтобы быть счастливее. Ему кажется, чем больше работаю, тем буду счастливее. И что с ним происходит? В Ведах это сравнивается с ослом, который идёт за морковкой. Я говорил вам эту историю? Не говорил. В Индии придумали такой способ на привязанности осла к морковке. Взяли, к ослу привязали такую, ну такую, как бы, трость, у которой на конце висит-висит морковка. Ослу надо крутить штуку, которая вращает для того, чтобы вода шла. Так как воды надо много, осёл должен целый день ходить по кругу. Вот. И осёл, он искренне думает о том, что вот если сейчас, вот он сейчас ещё пару шагов пройдёт, он дотянется до морковки. И так он идёт весь день, искренне думая, что сейчас затянется, понимаете? И потом, ему вечером подают эту морковку, он её съедает, ну вот, я так и думал. Смысл заключается в том, что сначала человек, он живёт в страсти, он думает, сейчас напрягусь, отучусь, стану, закончу школу, тогда придёт моё счастье, тогда я поступлю в институт, и будет счастье. Потом он поступает в институт, думает, сейчас закончу институт, буду специалистом хорошим, и тогда будет счастье. Напрягается, учится, заканчивает институт, потом думает, сейчас работать начинает, чувствует тяжело. Думает, вот сейчас на пенсию, когда уйду, закончу работать, до пенсии доживу, тогда будет легче. До пенсии доживать, там внуки появились. Вот сейчас внуков воспитаю, и тогда будет легче. Начинает думать о том, как напрягается, чтобы воспитывать внуков, работает, даёт, думает, сейчас подниму на ноги своих детей, побольше для них заработаю, и тогда будет легче. Вот, а потом успокоюсь. Потом раз, умер. То есть, он всю жизнь думал, что счастье придёт вот-вот. Он жил всю жизнь для этого счастья, и в конце концов, он не заметил, как умер. Получил свою морковку. Понимаете, смысл заключается в том, что в гуне страсти человек не бывает счастливым. Он просто счастье видит впереди себя. Он бежит за ним всё время. И для таких людей существует такая фраза, которая называется «Остановись мгновение». Остановить мгновение означает начать, пытаться, полюбить свой труд. И что значит полюбить свой труд? Это значит пытаться сделать что-то хорошее для людей. Как можно для себя труд полюбить? Мы и так любим то, что делаем для себя. Но это страсть. Полюбить труд означает пытаться что-то сделать хорошее для кого-то. Понимаете? Но при этом ничего не надо менять. Вот вы где работаете, там и работаете. Просто делайте это не из-за зарплаты, а просто для того, чтобы это было хорошо и красиво. Понимаете? Просто для этого делайте. Больше менять ничего не надо. Просто с любовью трудиться. Когда человек так поступает, у него всё в жизни меняется. всё абсолютно. Появляются хорошие знакомые, появляются хорошие отношения, улучшаются условия жизни и всё остальное. Понимаете? Вот на прошлой лекции кто-то у меня ходил. Кто так попытался сделать в своей жизни? Есть вот кто на прошлой лекции ходил, кто так сделал? Есть такие люди? Нету. Ну вот если вы будете ходить там, где я по планетам лекцию читаю, они в прошлый году ходили на лекции, они многие так сделали. Они так сделали и вы увидите изменения в их жизни. Они вам скажут, что жизнь стала лучше намного. В этом заключается знание. Как сделать? Просто с любовью трудиться. Тогда человек выходит из влияния гона страсти. и такие люди в страсти четвёртый признак страсти. этот человек испытывает необыкновенную жадность. Что такое жадность? Жадность это вот сильная привязанность это как бы ну сильная привязанность это то, что уже есть понимаете вот допустим есть объект вот допустим компьютер я уже привязан к своему компьютеру если кто-то заберёт я буду плакать понимаете это уже есть жадность означает это привязанность жадность означает что мне хочется ещё лучше компьютера я привязан уже к этому но мне хочется ещё лучше вот когда человеку хочется лучше означает что ему придётся отдать из своей доли чего-то другого взаимоотношениях с детьми взаимоотношениях с женой своего здоровья то есть у человека есть разные сферы его доли понимаете очень много разных сфер и откуда человек отдает из той сферы, которая для него меньше значима. Например, жена ему говорит, слушай, давай не иди на вторую работу, нам денег хватает, все, просто у нас портится отношение, детей мы не воспитываем, дети уже непонятно чем занимаются. Он говорит, нет, нет, я думаю, что будет лучше, если я буду на второй работе работать. Все, он пренебрег как бы вот этой сферой семейной. Он считает, деньги важнее, чем жена. В этом случае он портит отношение с женой. Или человек, допустим, считает, что у него организм сказал, слушай, у тебя позвоночник уже болит, давай заканчивай эти все напряги, пора жить более спокойной жизнью. Человек говорит, нет, ничего страшного, поболит, пройдет, все нормально, массажик сделаю, и продолжает упахиваться. Теряет здоровье таким образом, понимаете? То есть есть разные, то есть в зависимости от того, что человеку меньше нужно в жизни, он теряет это. И в конце концов он теряет все. Вот для чего человек живет страсти? Он живет для того, чтобы хорошо кушать, хорошо вкушать, иметь хорошую квартиру, хорошо обставленную обстановку мебель в квартире и с различными средствами для удовлетворения своих нужд. Он живет для того, чтобы иметь хорошее отношение с женой и хороших детей, хорошо воспитанных детей. Вот человек, который живет страсти, ничего этого не имеет в конечном счете. Первое. Он зарабатывает деньги и покупает хорошие вещи. Но так как он целый день на работе, он этих вещей не видит, они просто стоят. Вот. Второе. Он хочет, чтобы у него были хорошие дети. Но так как он хочет постоянно себе, дети тоже вырастают эгоистами, потому что они копируют полностью своих родителей подсознательно. Понимаете? И они тоже хотят себе. И тоже упрямятся. И они подходят, говорят, «Ты, папа, ты меня любишь?» Он говорит, «Ну да». Он говорит, «Ну ты мне купишь жигули?» А те задумки, какая несправедливость вообще. Я столько упахивался для того, чтобы этот человек стал хорошим, а он сейчас ко мне подходит и тянет от меня последнюю кровь. Похоже, знакомая ситуация, нет? Знакомая. Дальше. Для того, чтобы были хорошие отношения с женой. Если человек работает на работе целый день и приходит домой вечером, когда уже устал, как собака, а жена хочет хороших отношений с ним, она сама тоже хочет, она улыбается ему, говорит, «Слушай, давай не улыбайся, отстань от меня. Лучше накорми и спать уложи, все. Некогда с тобой общаться, я устал, как собака, все. Отстань от меня». Вот. Теряет отношения с женой. Дальше. Следующий момент. Он хочет много денег. То есть он, ну ладно, с деньгами уже решили. О чем мы еще говорили? Какие там моменты? А покушать хорошо. Как он может хорошо покушать, если он целый день пашет? Он кушает, что придется и как придется, так? А когда уже кушать не надо, уже поздно вечером, он приходит, объедается. Когда уже организм не воспринимает пищу, уже солнце садится, огонь пищеварения падает, человек не воспринимает уже нормально пищу, и он от этой пищи уже страдает. Он на ночь наедается и спать ложится. И потом, так как нельзя спать на ночь наедаться перед сном, у него начинается очень плохое пищеварение, кошмары снятся. И сон он себе тоже портит таким образом. Таким образом, человек, который живет в страсти, привязываясь к плодам, он теряет все, хотя сам этого не замечает. Он думает искренне, что у него все так же, как и было. Так происходит. Понимаете? И отсюда все эти множества различных заболеваний. В зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии человек живет, такую болезнь он получает. Это тема наших будущих лекций. Мы с вами будем все разбирать напряги наши, что от этого отваливается. Будем последовательно разбирать. Да? Так. Так. Для того, чтобы все правильно сделать, надо иметь знание. Мы говорили о законном пожертвовании. Кто был на этой лекции? То есть, смысл заключается в том, что человек не должен отдавать минимальную зарплату, он должен отдавать, желать всем счастья, если у него минимальная зарплата. Потому что это означает, что он как бы скован уже гунной невежества. Он уже настолько имеет мало благочестия в своей жизни, что ему положено кушать очень мало. Понимаете? Как бы у него нет благочестия для того, чтобы иметь хорошую зарплату. Для этого он должен как минимум желать всем счастья. Он должен отдавать то, что он способен отдавать. Если он отдает это, тогда будет нормально. Но если он всем фигушку показывает и говорит, «Да что это я им буду всем счастья-то желать? Я голодный здесь хожу. Ненавижу Горбачева, Ельцина. Ненавижу всю страну». Человек попадает в эту страну, в это место для жизни, потому что ему положено по судьбе. Понимаете? Положено, вот в результате своих поступков он попадает сюда. Здесь такие условия жизни, ничего не изменишь. Здесь такие гуны. Понимаете? Не надо менять эту землю. Она всегда будет такой, какая она есть сейчас. Никогда не изменится. Эта земля всегда будет такой. Поэтому успокойтесь, менять ничего не надо. Меняйте себя самого. Миллионер, он имеет больше ответственности в плане материальном. То есть у него уже есть много чего, и это надо использовать. Точно так же, допустим, женатый человек, он обязан кормить своих детей и жену. А не женатый человек, он как вольная птица. Хочешь ехать, едешь туда, хочешь, ты отвечаешь только за свой собственный желудок, так? Вот. Миллионер, он уже имеет деньги. Если он не будет их применять правильно, а будет применять неправильно, то он будет получать плохую карму. Например, у меня есть тонна зерна. Но из-за того, что если я сейчас выброшу эту тонну зерна на рынок, там полтонны, допустим, я сейчас на рынок выброшу, так как цены и так низкие, то я продам ее задешево, и цены еще больше снизятся. Лучше я просто сожгу эту тонну зерна. Он так думает, и так, вы думаете, так не делают? Сплошь и рядом. Так как она уже портится, он берет ее, просто сжигает, залу отдает в аптеку. Или просто, ну просто сжигает, чтобы ни себе, ни людям, понимаете? Удобный способ. В этом случае он получает очень плохую карму. И он будет недоедать ровно столько, сколько он сжег зерна, потому что это зерно, все благо распределено по всей земле. То есть он собрал это все. Он оттянул это от других людей, кому-то не хватит. Понимаете? Определенное количество богатства на земле. А тому, кому не хватило, он тоже это заслужил, совершая определенные действия. Понимаете? Понятно, я вам объяснил доступно? Смысл заключается в том, что чем больше человек имеет, тем больше ответственности. Но поэтому бедному человеку легче быть счастливым, чем богатым. Это в Ведах написано. Бедному человеку легче быть счастливым. Ему достаточно всем счастья желать, и он обретает счастье. А богатому человеку надо столько сделать, чтобы быть счастливым. Он должен столько сделать для людей, чтобы быть счастливым. Трудно понять это. Очень трудно. А? Как жить для других? Вот для нас понятие это, это не означает раздать свои деньги. Это означает желать всем счастья. Для начала, да. Потом появится ощущение необходимости что-то сделать для чего. Сначала человек в уме начинает желать всем счастья. Не так трудно, но из вас многие этого не смогут сделать, я уверен. Потому что это изменить концепцию трудно. Желать счастья трудно или нет? Нет. Но начать это делать трудно, потому что концепция эта другая. Я хочу мне. Концепция такая. Вот вы сейчас решили, я буду желать всем счастья. Давайте начните. 100% у вас появятся другие потребности в течение дня. Вы забудете об этом. На остановку встанете. На остановке что надо делать? Кто желает счастья на остановке? Поднимите руку. Вот 2-3 человека. На остановке все стоят. О чем вы думаете на остановке? На остановке вы думаете о том, вы притягиваете глазами автобус. Ждете результата. Почему до сих пор не идет? То есть вы своей мыслью напрягаете водителя. То есть он едет, думает, что такое, что такое. Надо быстрее ехать. Понимаете? То есть вы как бы пытаетесь получить плоды. То есть быстрее уехать. А какой смысл быстрее уехать, когда можно быть счастливым прямо на остановке? Куда ехать-то? Куда бежать? Домой прибежали? Домой прибежали? Вы бежали домой? Прибежали домой, опять побежали дальше, дома уже. Когда человек живет с любовью, ему бежать-то некуда. Он знает, что он всегда будет счастливым в любой ситуации. На остановку пришел, всем счастья желает. Домой пришел, с любовью все делает. Спать лег вовремя, потому что знает, утро вечера мудренее. Может остановиться. А человек страстью, он без тормозов. До часу ночи что-то делает. Нет, нет, нет. Сначала сделай, потом спать ляг. Потом Бог спать лег, утром такой встает. Это голова тяжелая. Наверное, давление изменилось в атмосфере. Смысл-то заключается в том, что есть время. Понимаете, мы же не понимаем, что такое время. Я вам лекцию по времени читал? Нет? Прочитаю. Что такое время, узнаете. Значит, смысл заключается в том, что Гуна страсти означает, что человек не понимает, в чем заключается счастье. В этом заключается проблема. Отсюда все болезни. Все болезни идут из гуны страсти. Когда человек находится в невежестве, он уже, как таковые болезни органов, его не беспокоит. У него есть проблемы посерьезнее. Он испытывает ужасное страдание в уме. Человек, который находится в невежестве, печень заболела, его это не волнует. Сердце заболело, отваливается спина, его это не волнует, потому что он находится в ужасном состоянии страдания. У него ужасное отношение с людьми. Он всех ненавидит, всех поубивал. Он испытывает жуткие страдания. Он хочет кого-то ограбить, банк какой-нибудь, еще что-то изнасиловать. Или скрывается от милиции. Или он просто уже настолько деградировал, что он должен ходить попрошайничать, на улице сидит на сырой земле, раздетый и клянчит у всех деньги. Думает, вот чем больше я руку буду тянуть, тем больше мне дадут. Вот, понимаете? Уже жадность настолько сильно пересилила человека, что он уже не может даже думать о том, что у него что-то болит. Понимаете? Человек же, который находится в страсти, он вроде бы живет неплохо, но раз, начало что-то болеть. И у него возникают сильные проблемы. Все болезни в страсти возникают. Понимаете? Человек в невежестве, он застывает. У него сознание застывает. Если человек пить начинает, пьяница, он входит в гону невежества. Человек, который находится в невежестве, в пьянице, он не болеет. Знаете, что он не болеет? Потому что у него мозг находится в состоянии наслаждения. Когда мозг находится в состоянии наслаждения, то все органы находятся в хорошем, сфункционируют нормально. Поэтому он не болеет, пьяница. Но так как он незаслуженно получил это наслаждение, он не добился наслаждения, чтобы делать что-то хорошее для людей. То есть он наоборот делает только плохое. Он тянет от всех деньги, бездельничает, ничего не хочет делать, просто хочет выпивать. Человек, который выпивает, он деградирует. У него тело разума начинает слабеть. У него нет болезней, просто тело разума слабеет. Он перестает соображать вообще, что он сидит на шее у своей жены, что оббирает последние деньги у детей, что он ведет себя совершенно плохо, писит посреди улицы, валяется в луже своей собственной. Он считает, это нормально, приключение новое. Вот представляешь, они общаются друг с другом, говорят, представляешь, я вчера в своей собственной луже лежал. Мощно, говорит, мощно. Второй говорит, ух ты, вот это мощно. Они так ищут в этом какое-то счастье. Поэтому смысл заключается в том, что когда человек в невежестве, он просто деградирует, понимаете, он падает вниз. Он лишается своей возможности находиться в человеческом теле. Он начинает деградировать до животных форм жизни. Ему уже не нужен ум. Ему голова нужна только для того, чтобы кушать. Он говорит, я ей кушаю, все. У него нет никаких пониманий других, что такое голова. Просто пища закладывается, он ей ест, все. Понимаете? Любовью. Да. Любовью. Человек пьет от того, что ему не хватает любви. Так как он чрезмерно эгоистичен, в результате этого его никто не любит. Так как у человека не хватает любви, это в тонком теле копится эта сила отсутствия любви. Копится сила отсутствия любви. В результате этого он испытывает сильную потребность любви. Но так как он не может делать для других, он не хочет делать ничего для других, то он эту нехватку любви восполняет тем, что он начинает выпивать или колоть наркотики. Когда он коллит наркотики или пьет, ему становится легче. Он чувствует сила любви, вспыхивает в его теле. Понимаете? Так действует водка или наркотические средства. Поэтому он думает, о, на самом деле не нужно ни для кого ничего не делать. Надо просто хряпнуть и все. И все будет нормально. В этом заключается его философия. И таким образом он должен родиться животным в следующей жизни. Неминуемо. Пища бывает тоже в страсти. Люди, которые истощают свое тонкое тело с помощью различных действий страсти, то они начинают питаться пищей чрезмерно горькой. То есть чрезмерно горько, это значит, что человек испытывает как бы разочарование в своей деятельности. Но это больше пища похожа уже на невежественную. Вот чрезмерно кислая пища, это пища для людей, которые находятся в страсти. Когда человек обижается на всех, потому что его не удовлетворяют потребности, он хочет себе, а ему не дают. Он обижается. Обидчивость, признак, когда человек обижается, значит он находится в страсти. Обиделся, значит находится в страсти. Всегда. Человек благости никогда не обижается. Он думает, что так произошло с ним, потому что ему положено по судьбе. Так положено с ним по судьбе, поэтому он не обижается. Он наоборот, благодарен человеку, что тот научил его за то, что он теперь знает, что у него есть какие-то проблемы. Что он обиделся, это значит недостаток характера. Понимаете? Меня обозвали, допустим, как-то, я обиделся. Почему? Потому что недостаток смирения. Если смиренный человек его обзывает, он не обижается. Он думает, да, действительно, у меня есть такие качества плохие. Он согласен. Смиренный человек трезво на все воспримет, просто так не обзывает. Человек как бы обзывает, значит он видит какой-то недостаток. Святого человека невозможно обозвать. Он всех любит настолько, что любой человек, видя святого человека, у него сердце сразу смягчается. Когда Серафима Саровского видели, описывают современники, когда смотришь ему в глаза, то забываешь все горести и печали. Наступает состояние полного счастья. Понимаете? Это означает, что святой человек, он не имеет врагов. Это признак святости. Святой человек не имеет врагов. Даже те, кто враждебно относится к его философии, эти люди все равно испытывают уважение к нему, к святому человеку. Такой человек не любит чрезмерно кислую пищу, потому что он не обижается. Чрезмерно соленая пища тоже признак страсти. Человек, который не может расслабляться, в постоянном напряжении находится, он ест чрезмерно соленую. От чрезмерно горькой пищи человек теряет нормальную работу гормональных функций. От чрезмерно кислой пищи страдает сердце, поджелудочная железа и обмен веществ в организме. От чрезмерно соленой пищи страдают сосуды и истощается нервная система. Человек испытывает постоянную усталость в результате. Человек почему постоянно в напряжении находится? Потому что сильно чувства привязаны к объекту. Он говорит, что надо больше работать. Чувства говорят, что надо пахать больше, чтобы было больше денег. Человек не верит, что у него есть своя доля, что он будет кушать столько, сколько ему положено, и он будет счастлив. Вот у него доля такая. Есть вот хлеб с молочком каждый день. Он кушает этот хлеб с молочком. И если он успокаивается, в умиротворении находится, это ему хватает для поддержания тонкого тела. И он счастлив, понимаете? Ему этого достаточно. Он испытывает максимальный вкус от хлеба и от молока. Раньше люди, например, они не знали, что есть, есть там какая, там, допустим, там, копченая колбаса. Там, они, допустим, не знали. Они ели молоко и хлеб, и они были очень счастливы. Свежий хлеб, свежее молоко, они очень счастливы. Для них это максимальный вкус, понимаете? Просто хлеб, просто молоко и все. Вот. Но те, которые находились в страсти, они хотели больше хлеба, больше молока. Просто объедались и все. Вот. Мы тоже объедаемся, но нам надо еще чего-то, потому что есть еще что-то. Смысл заключается в том, что если богатый, в ведах описано, что если богатый, очень богатый человек ест очень богатую, дорогую пищу, он, вкусовые рецепторы-то у него от этого не меняются. Он испытывает максимальный вкус все равно на том же уровне, как и испытывает максимальный вкус очень бедный человек от своей бедной пищи. Понимаете? Количество вкуса он получает то же самое. Если вы мне не верите, посмотрите на поросенка или на собаку, которая ест испражнение. У них глазки прям вот лоснятся от счастья, понимаете? Глазки лоснятся от счастья. Это означает, от любой пищи можно получать удовольствие в зависимости от того, какой у человека достаток. Он получает от той пищи удовольствие, которое ему положено. Понимаете? Но если он завидует, ему кажется, что этот лучше ест. Тогда он не будет получать удовольствие от своей пищи, он будет страдать сильно, понимаете? Он будет недоволен. Вы поняли идею, смысл этой идеи? Да. Можно даже умереть в этой жизни. Да, где-то голодает, где-то не хватает воды. Человек рождается в пустыне, всю жизнь он испытывает ощущение жажды. Вопрос не в том заключается, что он испытывает ощущение жажды. А заключается в том, что если бы он не родился в этом теле, у человека есть выбор. Когда он умирает, перед ним выбор. Ему говорят, или рождаешься животным в нормальных условиях, хорошей кошечкой в хорошей квартире. Первый вариант. Второй вариант. Человеком в пустыне. Он говорит, лучше человеком в пустыне. Ну его, эту кошечку, мяукать ходить там, ничего не соображать. И человеку рисуется картина полная. Полная картина. Как ведет себя кошечка в жизни. Ничего не соображает, не думает. А человек соображает. Человек выбирает человеком в пустыне. Почему такой выбор? Потому что по карме ничего больше не заслужил, понимаете? Ничего не заслужил. Жил для себя только. Вы же видите, что есть разница в людях. Одни много для других дел, другие ничего. Есть разница или нет? Значит, будет разница в результате. Почему вы, когда вы делаете недостаточно для других людей, вы не думаете о том, что вы делаете недостаточно. Но когда приходит результат, вы об этом думаете. Это сравнивается с тем, что два человека рыли яму. Один рыл медленно, другой быстро. Один много вырыл, а тот медленно, который рыл, обиделся на этого. Говорит, почему у тебя ямы больше? Потому что он больше рыл. Это элементарно. Чем больше человек живет для других, тем больше он имеет. В этом заключается просто вопрос чисто того, что человек делает. Если человек всю жизнь лил воду и никогда ее не экономил, он рождается в пустыне. Потому что он истратил свои запасы и возможности пользоваться водой. Это все наша доля, понимаете? У нас есть доля воды определенная. Мы льем, в результате потом рождаемся в странах, где меньше воды. Ее покупают, испытывают жажду постоянно. Понимаете или нет? Если человек экономил воду, относился хорошо к тому, что ему дана эта вода, он ее экономил, это не значит, что вообще ни пить, ни есть, просто экономить. Нет, он использовал разумно, рационально. Это значит, что он в следующей жизни родится с большим возможностью иметь воду. Или то же самое солнце. Солнце. Что такое солнце? Это радость. Ра – это солнце, да, дарить. Радость – это дарить солнце. Если человек не дарит никому солнце, если он не желает всем счастья, то он рождается в более холодной стране. Потом еще более холодной. Потом еще более холодной. Потом, а на оленях лучше. В зависимости от кармы. Это как гора, вот жизнь как гора. То есть, как дорога по горной местности. Сначала равнина, потом горы, потом лучше, хуже. Все время так идет. В зависимости от нашей судьбы. Значит, чрезмерно солен, чрезмерно горячая пища, чрезмерно горячую пищу хотят люди, которые испытывают такое чувство нехватки теплоты в общении, в жизни, понимаете? Слишком холодные отношения с окружающими. Или просто холодная погода очень. Нехватка теплоты. Человек мерзнет. Холод бывает как в отношениях, так и в природе. Человек ест чрезмерно горячую пищу, желая побольше согреться. И от этого у него страдает организм. Конечно, зимой надо есть более теплую пищу. Но человек прямо, он хочет пить кипяток, потому что он сильно привязан к жаре. Он говорит, мне нужно пожарче. И он начинает пить кипяток и обжигается. Чрезмерно острую пищу едят те, любят есть те, которые склонны к чрезмерно эмоциональной деятельности. Они любят эмоции. Они очень эмоциональные люди. Надо понять, что количество остроты, то есть острота означает огонь. Количество остроты в пище зависит от темперамента человека. В принципе, счастливый человек, очень счастливый человек тоже любит пищу острее, чем обычные люди. Но это остроту он ест, он знает, как правильно подобрать по вкусу себе. Он знает, какие продукты ему подходят, какие нет. И он острого вкуса не ощущает. Но эта пища другим покажется острее. И также человек любит более острую пищу, потому что он живет в более солнечном местности. Чем больше внешнего солнца, тем должно быть внутреннего солнца тоже больше. Понимаете? Вот в Индии, допустим, в целом раз в шесть пища острее, чем в России. Потому что там в раз в шесть больше солнца, чем здесь. Поэтому вы когда туда приедете, вы не сможете есть просто. Там будет очень острое все. Я вас уверяю прямо. Вы просто попробуйте, вам тяжело будет есть. Даже в столовой в обычной. А индусам обычным это нормально. Так как я, допустим, довольно много времени провожу там, в Индии, то у меня пища тоже острее, чем у вас. Потому что солнца больше в организме. Но это в целом надо понять, что если человек просто чувствует чрезмерно острый вкус, значит, он находится в страсти. Человек, который ест острую пищу, но не чувствует острого вкуса, значит, ему положено есть такую. Но если он хочет острого вкуса, острого, значит, как определить последствия такие? Человек, который ест чрезмерно острую пищу для себя, он начинает болеть воспалительными заболеваниями очень сильно. Много воспалительных процессов в организме возникает. От чрезмерно горячей пищи человек испытывает все больше и больше переохлаждения. Чем более горячую пищу ешь, тем больше чувства холода, потому что организм перестает сам себя защищать от холода. Понимаете? Он надеется на то, что мы даем ему. Если мы даем организму какую-то поблажку, он тут же это принимает и тут же начинает это все в память входит, и организм этим пользуется. Есть два стремления организма. Первое – стремление к жизни, второе – стремление к смерти. И организм хочет и того, и другого одинаково. Например, мы говорим ему, слушай, тебе бы днем поспать, отдыхать надо, ты устаешь. Когда человек спать, днем ложится, это значит стремление к смерти. И организм запоминает, на следующий день в это же время ему станет опять плохо, опять он захочет спать. Один раз достаточно поспать днем, на следующий день опять будет захочется. Стремление к смерти. А? Как? Сладкая пища. Чрезмерная сладкая означает, что человек хочет, хочет, ну, хочет счастья, радости, но за чужой счет. Понимаете? Если человек хочет сладкого утром, значит, он находится в благости. Если человек хочет сладкого вечером, значит, он находится в невежестве. Если человек хочет сладкого днем, значит, он находится в страсти. Сладкую пищу есть можно только утром. Сова – это тот, кто по своей судьбе получил невозможность радоваться утру. То есть пессимист, другими словами. От рождения пессимиста с рождения. Существует такой закон. Если человек рождается с 4 до 7 утра, это значит, что он от рождения получил способность получить счастье утро, понять, что такое счастье утро. Если человек рождается днем, это значит, что он получил способность понять, что такое деятельность, то есть находиться в страсти. Если человек родился вечером, это значит, что у него есть склонность не спать допоздна. Понимаете? А если человек родился ночью, то у него есть склонность к уединению, к разочарованию, пессимизму в целом. Самое благоприятное время рождения – это с 4 до 6 до 7 утра. С 3 даже, с 3 до 7 утра – самое благоприятное время рождения. Большинство людей утром рождается, так? Кто-то рождается днем или вечером. Человек должен победить в себе желание ложиться поздно спать. Это даст ему много здоровья. Потому что мозг отдыхает с 10 до 12 ночи. Но это будет лекция специальная по времени. Есть еще чрезмерно сухая пища. Человек хочет есть чрезмерно сухую пищу от чрезмерно сухой жизни. Когда он находится в постоянном напряжении, в аскезах, то есть он лишение испытывает в своей жизни. Ему хочется есть сухую пищу, чтобы поддержать в себе силу лишений. Когда он очень сильно работает, он просто в сухомятку ест. Ему хочется в сухомятку. Чрезмерно сухая пища введет к проблемам. Чрезмерно жирная пища, она связана с тем, что человек ленивый от природы. Пища должна быть маслянистая, достаточно маслянистая. Зимой очень маслянистая должна быть пища. Но только в обед. Если человек хочет маслянистую пищу есть на ночь или утром, это означает, что у него есть проблемы какие-то со здоровьем, с пониманием вещей. Но иногда человек сильно болен, и ему надо есть, допустим, маслянистую пищу. Такие случаи тоже бывают. Когда он чрезмерно сухую долго ест, то он должен больше маслянистую есть уже. Ясно, да? Да, то есть есть святые люди, которые находятся в аскезах. Но они эти аскезы совершают не для себя, а для других людей. Они желают им счастья, для Бога они живут. В этом случае, когда человек совершает аскезы, он начинает питаться сухой пищей. Это естественно для него, понимаете? Потому что его тело, оно требует именно такой пищи. Когда же человек расслабляется чрезмерно, его тело требует очень расслабленной, мягкой, жирной пищи. Понимаете? В целом женское тело в 6 раз расслабленнее, чем мужское. Поэтому женщины, они по природе должны есть больше сладкого, больше маслянистого. Женщины по природе должны, если они так не едят, у них гормональные функции снижаются, они теряют красоту. Но они должны вовремя, сладкое есть надо с утра. Женщина не должна много есть зерновой пищи. Она не должна, она должна зато больше есть фруктов. Овощей тоже больше должна есть. Фрукты для мужчин тоже полезны. Овощи для женщин, правильно. Овощи для женщин больше полезны, чем для мужчин, если в сравнении говорить. Но в общем рационе у женщины, ей не нужно слишком много зерновых продуктов. Потому что мужчина, он больше умственная деятельность, у него сильнее работает, чем у женщин. Женщине больше нужно сладкого, овощей и фруктов. В соотношении, допустим, с овощами, мужчине больше нужно фруктов, потому что у него тонкая деятельность, она больше развита. То есть оптимизма больше. У мужчины в целом оптимизма больше, чем у женщин. Это на самом деле так. Мужчина, он более оптимистичный, и женщина именно привлекает это качество мужчины, что мужчина больше оптимистичный. Он дает ей оптимизм. Женщина же дает мужчине спокойствие, умиротворение. У женщины гораздо больше умиротворения, чем у мужчины. Поэтому женщина питается силой луны в основном, а мужчина силой солнца. В деятельности своей. Ум. Имея в виду ум. Ум женщины, ум мужчины. Тонкое тело ума имеется в виду. Итак, гуна благости является источником истинного знания, гуна страсти разжигает жадность, а гун невежества порождает глупость, безумие и иллюзию. Что касается деятельности, человек в благости находит удовлетворение в своем труде. Он испытывает огромное счастье в труде. Человек в страсти испытывает удовлетворение только в плодах труда, которые иногда появляются, иногда нет. Человек же в невежестве испытывает удовлетворение в том, чтобы сделать какое-то зло другому человеку. Если вы видите, что кому-то стало плохо, и вам внутри от этого стало хорошо, значит, вы находитесь в невежестве по отношению к этому человеку. Если кому-то стало плохо, и вы начали думать о том, что с вами тоже может быть, и начали сильно беспокоиться по отношению к своей собственной шкуре, значит, вы находитесь в страсти. Если кому-то стало плохо, и вы пытаетесь ему со всей силы помочь, с любовью это делаете, пытаетесь понять, как это правильно делать, вы находитесь в благости. Исключение составляет собственная семья. Я имею в виду тем, кто находится со стороны. Считается, что нет разницы делать для себя или для своего мужа, или для своих детей. Это одно и то же. Делать для себя, для своего мужа и для своих детей – это одно и то же. Это все равно для себя. То же самое. Объясняю, почему. Потому что жена с мужем настолько сильно связаны психически, что когда жене становится лучше, мужу автоматически становится лучше. Поэтому, когда человек это понимает, он начинает делать что-то для жены, ей становится приятно, ему тоже становится приятно. Но это не значит, что надо мужу фигу показать или жене. Это значит, что это естественная вещь, это не означает благость. Это естественное отношение. Это отношение, которое стабилизирует жизнь человека, дает возможность ему, по крайней мере, хотя бы в семье иметь счастье. Но если семья только для друга делает хорошее, а для остальных не делает, значит, семья находится в страсти. А если семья незаконным образом получает хорошее от других, значит, она находится в невежестве. Отсюда будут последствия тоже, болезни или деградации. Если люди живут в семье друг с другом, значит, плохо. Это значит, что они находятся в невежестве. Да, потому что в невежестве уже не существует ни семьи. То есть человек, он готов даже, ну, ущерб своим близким, он готов, причиняя себе страдания, разобраться со всеми окружающими людьми. Он знает, что если мужу будет плохо, все равно будет ей плохо, она все равно его пилит. Это признак невежества. Страсть означает, как минимум, человек должен пытаться сделать хотя бы хорошее для своего мужа. Это, по крайней мере, ну, ближе к страсть, ближе к благости. Но благость означает, что семья живет идеей жить для других. Идея такая есть в семье. Сделать полезной. И как определить семья в страсти, в благости и невежестве? Когда человек приходит в гости к тем, кто находится в благости, они его пытаются удовлетворить любым способом. Накормить, напоить, сделать что-то приятное. Когда человек же приходит к тому, к той семье, в которой преобладает страсть, то в этом случае, когда он приходит в такой дом, то, напоив, накормив, из него и такие люди пытаются извлечь какую-то выгоду. Начинают пытаться как-то воспользоваться тем, что они его, так сказать, встретили гостеприимно. Те же люди, которые находятся в невежестве, когда к ним приходят в гости, они ненавидят этого человека, потому что он помешал ему жить спокойно. Думают, почему ты пришел ко мне, побеспокоил меня? Я тебя ненавижу за это. Таким образом, три варианта. То есть все поступки можно разделить на эти вещи. И именно, если, допустим, человек сам находится в благости, но семья, семья в целом, его семья находится в невежестве, то он в этой семье тоже будет в невежестве. Понимаете? Но если человек находится в благости, то он сам лично может встретить человека, независимо от всех остальных. Тогда он будет независимо находиться в благости, независимо от того, что вся семья находится в невежестве, остальные члены. Давайте спрашивайте, тема очень сложная. А вот гражданские мурашки, когда вы считаете детей, где это и сам? С позиции взаимоотношений между мужчиной и женщиной, да, но с позиции чистоты, честности нет. Женщина должна требовать от мужа расписаться, потому что муж, он принимает ответственность за женщину. Он подтверждает то, что он принял ответственность тем, что он ставит роспись. Понимаете? Если он ставит роспись, это означает, что все будут считать его мужем, и это означает, что он должен отдавать деньги для детей. Он должен отвечать за тех людей, с которыми он живет. Жена как бы доверяет ему, дает ему умиротворение и покой, и счастье, рожает ему детей, детей, которых он считает своими. За это он должен защищать жену и своих детей. Если он этого не делает, значит, он совершает преступление, и за это должен отвечать. Если мужчина не хочет расписываться, это значит, что он втайне внутри себя не хочет отвечать за этих людей. Это однозначно. Что ему мешает расписываться? Не хочет отвечать просто, и все. Он хочет... Других вариантов же нет. Все же это понимают. Так? Нормально. Да, берешь ответственность за ребенка. Если муж отказался от ребенка и не хочет воспитывать этого ребенка, значит, кто-то может взять ответственность. Если муж недостоин воспитывать ребенка, тоже кто-то может взять ответственность. Ну так, в семейных отношениях много всяких вариантов, и сложно сказать, как правильно себя вести. Надо каждый вариант в частности рассматривать. Понимаете? Бывают всякие случаи, и наоборот. Приходится делать наоборот. Иногда развод лучше, чем жить вместе. В нашу эпоху. Раньше, в предыдущую эпоху, так нельзя было делать. Но в эту эпоху бывает так. Если женщина разводится с целью прогрессировать в духовном, если она с целью просто покрасивее себе мужа найти, разводится, значит, она совершает грех. Если она разводится с целью улучшить возможность существования своим детям, если они с этим человеком не доедают, не досыпают, не могут развиваться правильно, то она таким образом греха не совершает. Но если она разводится, желая найти себе получше человека, что тот человек выполняет свои обязанности, просто она считает, что можно посексуальнее, покрасивее, побогаче найти себе, это значит, что она совершает большой грех. Мужчина сторонник развода. Всегда сторонник развода женщина. Женщина создает семью. То есть мужчина, женщина выбирает себе мужа. Женщина говорит, я хочу подчиняться тебе. Она говорит, я согласна подчиняться тебе. Это означает, что я буду тебя любить. Если женщина любит своего мужа, мужчина автоматически привязывается к ней. Но бывают мужчины, которые не могут оценить настоящую любовь. В этом случае такой женщине, как бы по судьбе положено иметь такого мужа. Но она, значит, в прошлом, как-то в прошлых своих жизнях поступила точно так же. Но смысл заключается в том, что в ведах существует такое утверждение, что человек, женщина, она способна, если она правильно себя ведет, у мужчины не возникает желания разводиться. Она может сохранить семью с помощью любви и служения этому человеку, даже если он совсем деградант. Если мужчина изменяет, это не является поводом развода для женщины. Понимаете? Потому что если она разводится, она теряет еще больше, чем она в этом случае, как бы она теряет чистоту. То есть когда мужчина изменяет, женщина теряет чистоту, в семье теряется чистота. Но еще все можно исправить, если она, допустим, с любовью к нему относится, он может измениться. Но если она разводится с ним, и при этом мотивом для развода является ненависть, она не пыталась, если она пытается ему помочь, но он не справляется, дети деградируют от этого, она может развестись. Он не выполняет свои обязанности, не защищает семью, она может развестись. Но если она не хочет ему помочь просто, из-за этого разводится из принципа, это тоже опасная вещь, вещь опасная. Потому что у каждого в человеке любые ситуации могут быть по судьбе. Может человек ошибся, а соступил с дороги. Если человек не выполняет свои обязанности перед семьей, он не хочет воспитывать детей, не хочет содержать жену, перед двумя выполняет. Ну, в принципе, как бы, ну, согласно ведической концепции, человек может иметь несколько жен. Но не в Кали-Югу, не в этот век. Вот сейчас, в этот век, вы говорите, перед двумя выполняет. Я очень сильно сомневаюсь. Потому что в этот век написано, есть такой труд, ману смрити, то есть это законы ману. То есть смысл заключается в том, что там описано, что в этот век, вот пять тысяч лет он уже идет, наш век, он будет длиться 227 тысяч еще лет. Вот, в этот век человек не должен жениться на двух женщинах. Или больше, только на одной, одновременно. Потому что он не сможет выполнить свой долг. То есть есть определенная способность выполнить свой долг. Он не сможет, понимаете? Он не сможет содержать две семьи сразу, хорошо. Не сможет просто, понимаете? Нет такой силы. Это не в количестве денег заключается, а в количестве ответственности, понимаете? Это значит, выполнить свой долг, это значит дать счастье человеку, понимаете? Поэтому это нереально, дать счастье сразу двум женщинам с детьми. Как делать в таких ситуациях? Женщина может остаться в семье, то есть с ним, остаться в отношениях, может остаться, если она видит, что у нее нет вариантов. Или она может развестись, если она видит, что у нее есть способность, внутренняя сила найти себе другого человека. В этом случае она не поступает греховно. Она не поступает греховно. Он не выполняет, если свои обязанности, она не поступает греховно. Это только вот сейчас, в этот век, понимаете? Но в тот век перед этим, то есть в ту эпоху перед этой, женщина не должна сама была быть инициатором развода. Женщина не должна разводиться сама, не должна была. Сейчас уже ситуация изменилась. Да? Человек может любить животных и содержать их дома, но он не должен содержать их в своей спальне. Он может их содержать в коридоре там где-то, но не должен жить на одной кровати с животным. Это уже не страсть и невежество. Это значит, он будет деградировать. Если человек привязывается к собаке, в следующей жизни он собакой рождается. Надо выбирать себе друзей. Надо уметь выбирать себе друзей. В этом заключается великое знание. Человек, который хочет общаться со святыми, рождается святым. Человек, который хочет общаться близко с собакой, рождается собакой. И общается с собаками. Нет проблем? Да. Потому что существует такое знание, что с кем ты спишь, таким ты и становишься. Человек должен выбирать, с кем он спит. Это очень важно. Потому что, когда человек спит, он не защищен. Он перенимает качество другого человека. И животные, они обладают больше животной силой. Это значит, инстинкт к приобретению, к собственности у них гораздо сильнее. Эта сила у них гораздо сильнее. На самом деле, ваша квартира, если вы в спальню пускаетесь животное, эта ваша квартира на самом деле принадлежит этому животному, а не вам. И животное себя ведет соответствующим образом. Допустим, если попробуете выгнать из спальни это животное, оно вам застегка, катит такую истерику, что вам придется пустить. Причем, животное ляжет туда, куда оно хочет лечь. И вы тоже не сможете ничего сделать. В конце концов, оно вас победит постепенно. Вот, смысл заключается в том, что животное выделяет определенные запахи. И эти запахи, они портят атмосферу. От запаха человека зависит чистота его сознания. Запах определяет количество чистоты. Запах может загрязнить сознание. Сознание становится в невежество, войти в невежество. То есть запах животного вводит квартиру в сознание невежества. Человек живет в невежестве, имея в своей квартире животное. Но если вам необходимо содержать животное, вы можете иметь благовоние. То есть это такие палочки кровяные, которые поджигаешь, они изменяют запах. Но животное не должно жить в спальне. Вообще это ненормальная ситуация жить в панельном доме. Животное, раньше животные были у людей, но они жили во дворе. Вы не можете содержать свою собаку во дворе. Поэтому если вам нужна собака, вы должны содержать ее в коридоре. Иначе будут проблемы. Есть люди, которые живут в пещерах и сейчас. Просто вот та эволюция, которую сейчас описывают нам по Дарвину, этой эволюции не существует. Если кто-то серьезно этим интересуется, есть книга, которая называется «Запретная археология». Она подтверждает ведическую концепцию с помощью научных исследований. Оказывается, многие факты утаивались геологи, чтобы подтвердить концепцию Дарвина. Например, есть факты существования цивилизованного человека даже миллионы лет назад. Но это никак не укладывалось в рамки этой концепции. Поэтому на самом деле первобытные люди существовали тысячи лет назад и существуют сейчас. Поехали в Африку, увидите, бегают папуасы. Просто на разных территориях Земли. Нет, это не то же самое. Это другая цивилизация. На Земле веды описывают, что на Земле существуют, живут параллельно другие цивилизации. Некоторые из них способны переходить из одного пространства в другое. Вот эти снежные человеки – это в целом очень разумные существа, которые находятся в благости. И они способны… То есть им не нужно достигать технического прогресса, потому что они всем этим обладают природно. Им не нужно машину иметь, потому что они могут перемещаться на большие расстояния просто с помощью своего ума. Им не нужно иметь телевизор, потому что они видят все на большом расстоянии. Но так как они живут в Гималаях, то есть в центре… То есть они живут в других измерениях, но в Гималаях. Там холодно, понимаете? Поэтому у них большая шерсть. Это им нужно. Но им не нужно одежду, потому что им и так тепло. И они с нами стараются не контактировать, чтобы не получить плохой кармы. Но им интересно иногда посмотреть, чем мы занимаемся. Они могут перемещаться в любую точку Земли, нет проблем. В основном это существует так, как мы стремимся сейчас. То есть сейчас идет в целом деградация. То есть эпоха деградации означает, что мы приобретаем качество все более низших планет. То есть на нас влияние низших планет усиливается сейчас. Существует в ведах описано, что существует ниже уровня Земли. То есть у нас вот этот, как мы называем, вот мы называем галактика, да, это всего лишь один уровень планетных систем. Существует 12 таких планетных уровней, планетных систем в этой Вселенной. И ниже нашего уровня существуют тоже планетные системы. Эти галактики, они расположены, как вот такие вот диски друг над другом, понимаете? И в целом, как бы, вот уровень планеты, разных уровней планетных систем могут быть достаточно близко друг к другу расположены. Но находиться в разных галактиках, понимаете? Вот. И на более низких уровнях планетных систем, живые существа, там вот на средних планетных системах, но ниже нас, ниже нашего уровня. Там живые существа, они имеют меньше духовности, очень мало духовности, но очень высокий уровень технического прогресса. И они способны перемещаться, летать между планетами, понимаете? У них есть такие аппараты, и они иногда залетают даже на наш. Но эти живые существа менее организованы, то есть от них можно ожидать всего, что угодно. Но они знают, что им нельзя совершать какие-то плохие действия по отношению к нам. Они просто изучают наш уровень духовности, веру в Бога, то есть они пытаются понять, как правильно надо жить. То есть у них там жить гораздо хуже, чем у нас. Потому что нет духовности, люди ненавидят, а они ненавидят больше друг друга, понимаете? Но иногда они издеваются над нами. Подтвержение ведь. Вот. Я постараюсь все узнать точно. Я сам не сильно изучал это, потому что в ведах, я ей доверяю, в ведах это все разобрано подробно. Значит, что касается вот этих вот живых существ, то существуют также и с высших планет тоже землю посещают, но они вообще никак не подают себя. То есть их не видно просто, понимаете? Мы не можем их видеть. Они могут быть невидимыми абсолютно. Все это в ведах, все это описано. Проблем с этим нет, с пониманием этих вещей. Поэтому в целом лучше с этими НЛО не иметь никаких дел. Существует закон свободы выбора. Если мы говорим, я не хочу с тобой иметь дело, значит, он не сможет напасть. У нас есть такая сила. Мы можем заставить их этого не делать. Потому что у них там есть тоже понимание, что такое карма, но у них нет понимания, что такое любовь. Понимаете? У нас этого понимания больше. Ну, это как бы склонность к иметь, жить в страсти. В просмотрах спортивных передач, это значит, кто выиграет. Это же страсть. Я привязываюсь к этой команде. Так. Даешь победу Спартаку. Это же страсть. Почему человек смотрит спортивные передачи? Почему ему нравится? Кто ответит на этот вопрос? Да, потому что он как бы, у него по судьбе, он как бы испытывает недостаточность удовлетворения. Вот он привязался к определенным объектам, и он не получает этих плодов с этих объектов. Понимаете? И у него ум остается неудовлетворенным. И он тогда по телевизору доживает. Сегодняшний день. Он приходит домой и думает, так, хорошо, там зарплату я сегодня не получил, там это то, это сё, эти меня ко мне плохо отнеслись, ну хоть Спартак-то сегодня победит. Он включает, и дальше начинает болеть за Спартак. И потом раз Спартак победил, он думает, есть жизнь и счастье. То есть получил свои плоды всё-таки, получил в конце концов. И фильмы в страсти, они тоже заканчиваются с хорошим результатом. То есть они там идут страсти всякие, там убивают, режут, насилуют. И в конце концов, главный герой, к которому мы привязаны, он побеждает. Мы думаем, есть жизнь и счастье, мы ложимся спать. Это фильмы в страсти, да, все. Фильмы благости означают, что они имеют смысл. Смысл такой, раскрывает какой-то закон жизни, какой-то закон жизни раскрывает. Фильмы в страсти, объясняет принцип жизни какой-то, смысл какой-то. Там в этих фильмах не имеет значения, погибает главный герой или нет. Может умереть, может нет. Но в таких фильмах раскрывается суть, как надо правильно жить, как относиться друг к другу и так далее. В целом, вы должны понять, что после войны, как бы, ну, после войны, в самые первые годы, послевоенные, там была атмосфера очень чиста, люди сильно очистились, и они испытывали очень сильное влияние благости. Поэтому вот эти вот ранние послевоенные фильмы, они все о том, как быть счастливым. Надо верить в светлое будущее, надо жить для других людей, надо с любовью относиться друг к другу. надо быть честным. Культивируются тоже те честные отношения в семье, то есть не изменять, защищать свою семью от плохих людей. Культивирование в целом в обществе таких принципов, как красота, доброта, ненасилие, честность, пожертвование, жить для других. Понимаете? Потом постепенно, когда греховность начинала нарастать, это же в целом в планете, то есть на планете нарастает она все больше и больше, пока люди опять не перестрадают, не очистятся. Это и означает, жизнь планеты в страсти. Что значит жить в страсти? Греховность копится, потом раз, начинается война, все очищается, опять всем хорошо. Влагости, когда планета живет, войн нету. Все процветают, всем хорошо. Невежести, когда постоянно плохо. Ясно, да? Поэтому на нашей планете войны неизбежны. Жестокость означает невежество. Склонность смотреть фильмы жестокие, насилование, убийство, разврат, хамство, культивирование хамской личности развратной, которая убивает всех и считается, что это очень хороший человек. Потому что гунно-невежество сильно увеличилось в жизни в нашей. Не смотреть. Потому что сейчас сильно гунно-невежество в целом на людей влияет. Понимаете? Усиливается влияние гунно-невежество, потому что происходит очень много убийства на нашей планете. Убиваются животные для пищи. От этого убийства увеличивается гунно-невежество. То есть в целом дети более податливы, они более чувствительны к той атмосфере, в которой находится Земля. Раньше, допустим, когда после войны дети, они были больше чувствительны к гуне благости. И дети становились лучше своих родителей. Сейчас дети становятся хуже своих родителей. Потому что гунно-невежество преобладает. Для этого надо всем желать счастье. Человек должен понять, что прогресс существует, только индивидуальный прогресс. Не существует группового прогресса. Если группа людей хочет жить в благости, тогда он существует. Но в целом прогресс страны, прогресс государства, это вещь абсолютно такая, непонятная в наше время. То есть это все зависит от кармы, понимаете, этого места. Поэтому человек должен стремиться к своему личному прогрессу. Если он стремится к своему личному прогрессу, он сам желает всем счастья, он может помочь своим детям. Если не стремится, он детям своим помочь не может. В этом заключается принцип воспитания детей. А? Да, другим не поможет. Только личным примером. Дети берут от родителей только личный пример, больше ничего. Они не могут по-другому с ними контактировать. Влияет, просто вы не замечаете. Их сознание изменяется очень медленно. Это происходит внутри, глубоко. И, например, когда человек очень много желает всем счастья, живет в благости, постепенно сердце детей тает. И они изменяются. Надо понять, что ребенок это совершенно другое живое существо. Оно имело тысячи жизней, миллионы жизней перед этим. И у него накопилась уже эта судьба. Понимаете? Так просто не переломаешь. Но если человек желает счастья, он растапливает, он дает милость человеку. И тот уже поднимается над своими проблемами. Выше. ребенок. Только через тяжелый вот этот сильный труд, сильное же стремление к благости человек сможет помочь не только себе. Но существует такое знание, что человеку достаточно помочь просто только себе. Желая помочь другим, они могут воспользоваться этим, могут нет. Закон гласит, что если человек помогает себе, он пытается помочь своим родственникам. Они могут, если они не хотят этим воспользоваться, он таким образом греха не совершает. Есть закон свободы выбора. Но человек, который находится в страсти, он привязан, чтобы его сын был лучше, чем другие. Поэтому он хочет, чтобы его сын был лучше. Он ненавидит своего сына за то, что тот плохой. Начинает издеваться над ним, пытается его насильно сделать лучше. И таким образом портит с ним отношения. И такой человек не способен помочь своему сыну уже, потому что тот его ненавидит. Это признак страсти. Чрезмерная страсть рождает невежество. Ну, ладно. Тема серьезная. И понять ее очень трудно, потому что мы все находимся в этом состоянии. Когда касается моих привязанностей, когда касается привязанности другого, мы слушаем. Когда касается наших привязанностей, сразу ложное эго бьет по голове и говорит, нет, с этим я не соглашусь. Самоубийство, что ли? Такое бывает. Человек может покончить жизнь самоубийством, но при этом он будет жить в тонком теле, пока не придет конец его жизни, как положено. По судьбе. Он должен жить на земле в тонком теле, как привидение. В этом случае можно помочь этому человеку. Надо кормить нищих. Когда родители такого человека начинают кормить нищих, то человек, живя в тонком теле, получает плоды этой деятельности и испытывает сильное умиротворение. Ему не составляет никаких страданий то, что он находится в тонком теле. И родители тоже испытывают после этого умиротворения. Если человек погиб на войне, искренне считая, что он защищает свою родину, то в этом случае он поднимается на райские планеты, на высшие планеты поднимается. Но есть два пути, лунный и солнечный. Такой человек попадает на райские планеты по лунному пути. То есть он попадает на курорт. Несколько тысяч лет он наслаждается жизнью, потом возвращается на Землю опять. Если человек занимается самосознанием, всем желает счастья, то он попадает по солнечному пути, ему предоставляется там возможность продолжать этим заниматься. пока он наконец не освобождается вообще из этой вселенной, уходит в духовный мир. Просто надо человеку желать счастья. Вы никак не сможете помочь. Существует, если у тебя сила счастья больше, чем сила ненависти, то есть бес это означает склонность к гуне невежества. Если у тебя сила счастья больше, чем сила ненависти у этого человека, то можно помочь. Если нет, то ты не сможешь помочь. Это все запрограммировано. У каждого человека есть уже в судьбе положено, что в этот момент он может свихнуться. Каждый из нас может свихнуться. Поэтому не надо осуждать людей таких сумасшедших. Если мы совершаем поступки определенные в прошлых жизнях, мы можем получить по судьбе такие вещи. поэтому человек не надеется в благости, человек не надеется на будущее. Он не думает о том, что в будущем ему будет жить легче. Он думает только о настоящем. Он думает о том, что сейчас в сию минуту надо быть счастливым. Поэтому все присутствующие пытаются войти в благость и хотят прямо сейчас пожелать всем счастья так, чтобы пришло внутрь счастья. давайте начнем этим заниматься. Все сели прямо? Я желаю всем счастья. 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 Я желаю... 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 Всем счастья... Я желаю... Я желаю... Всем счастья... Я желаю... Я желаю... Всем счастья... Я желаю... Я желаю... Я желаю... Я желаю... Я желаю... Я желаю...